сегодня я встречаюсь с милой девушкой звать ее елена она с украины мы встречаемся в первые дни весны и новое знакомство новые встречи я думаю что они конечно же дают нам что-то новое и надеюсь что позитивно и в общем-то как бы сегодня лена мне тоже написала что ни одна встреча не бывает случайно я вот в самом начале это как раз написала тоже моя тема моего канала это женщина и все что связанное с ней и мир духовная красота леночка что делает женщину женщиной в вашем понимании и что наполняет ее что-то что дает ей силу как только вы начали читать первую часть вопроса что делает женщина женщиной я сразу в голове себе ответит поменять пометила наполненность и тут вы сразу продолжили что ее наполняет вот я считаю что женщина это действительно есть энергия есть гармония это что-то и земное и в то же время неземное всем давно известно что только женщина умеет в себе совмещать несколько даже родов деятельности в голове на думает об одном рукой мешает какой-нибудь суп ногой колыхает колыбель и так далее мужчины настолько мозг многогранных к сожалению но они по-своему тоже прекрасные они тоже нас наполняют и вдохновляют мне кажется что женщина это во-первых природа женщина выполняет связь природы то что ее окружает то что то что вблизи поэтому недавно я открыла для себя как важна зона комфорта и все что вокруг нас окружает баночки кружечки даже элементарно с чего ты кушаешь чего ты пьешь это все должно быть мило мило зору так сказать мило взглядом поэтому естественно создаю себе настроение самого утра проснулась потянулась улыбнулась даже если нет настроение серая погода за окном нужно искусственно себе его создать создается искусственный как просто есть такая техника когда как карандаш берем карандаш вставляем его между губами между зубки зажимаем и получается как улыбка держим этот карандаш буквально полминуты минуту и у нас уже на лице появляется улыбка и вот мы получили посоздали искусственно себе настроение уже появляется улыбка естественно всякие какие-то мелочи утренние ритуалы вот у меня это вакуум живота обязательно самое первое то что я делаю утром проснувшись сделав какие-то мыльные водные ритуалы это вакуум живота и стакан большой стакан пол литровый стакан теплой воды с лимонным соком то есть мы уже все мы разбудили организм и его получается подпитали витаминчиком c тепленькой водичкой разбудили сделали мы массажик улыбочка искусственно нарисована идем дальше готовим себе завтрак я вот заметила что редко бывает такое что мы стараемся для себя вот даже бывает например жаришь яичницу и лучше песочек кому мы отдадим либо детям либо можем но так-то по природе не должно быть женщина должна быть у себя на первом месте как и любой нормальный здоровый человек силу своего здорового эгоизма здорового я не говорю про именно которые гривны такие единоличные должен думать в первую очередь о себе красивая тарелочка красивая кружечка ароматный любимый чай красиво выложенный завтрак мордашка еще что-то она уже тоже наполняется настроение я стараюсь включать мантры мне нравится я религиозная я христианка я православная христианка но при этом для мне нравится мантры то есть как дополнение дополнение по сути по нашей вере это грех но мне нравится мне нравится медитация не нравится мантры медитирую я буквально три или четыре месяца не так давно но вижу очень много положительных изменений а еще недавно подслушала очень классного дядечку фамилии не помню знаю что зовут эдуард и вот он научил маленькой такой практике как просто когда ты проснулся посмотрел в окно и именно с верой сказал чудеса поперли именно с энергетикой там как хочешь там воскрикнул припискнул там пригаркнул и им там таким прям силой силой веры и она действительно так и потом ты замечаешь в течение дня какие-то маленькие вот чудеса к примеру самое распространенное самое распространенное самое просто элементарное что и сегодня восхищаюсь я вчера глянула на шторы в квартиру в которую заехал и думаю ой какие ужасные шторы какой-то совдепия какая-то к вечеру пришла моя соседка вертлена говорит а у меня штор говорит есть и она мне достоит штор такие которые я представляла поэтому мне теперь шторы синие шторы в цвет синего постельного я вот только подумала и настолько вот это как-то так совпало я вот прям сегодня их очень долго вешала потому что они длинные тяжелые тяжелые дорогие но тем не менее там тут кайф что я снял отец совдеповский на которой я вчера глянула ужас какие шторы и тут мне буквально через три-четыре часа предлагают свечи подарок свыше да это вот но это же чудо чудо элементарно пусть их будет больше жизни и в нашей жизни ваши слова богу души деда леночка скажи пожалуйста и сказка даже в истории имя елена она играет какой-то вот даже сыграла я бы историческую и вселенскую такой я бы сказала роль елена прекрасная елена премудрая война была до из-за елена троянская война как ты себя ощущаешь вот с этим именем и что дает тебе твое имя как она тебя несет тут двояко если честно и сварина только полюбила буквально два-три года назад до этого мне ужасно не нравилось мое имя особенно я не люблю сокращение вот лена для меня форму лена вот прям смотря в каком я конечно настроение но мне вот прям имя лена не нравится елена веночка ленуся я даже себе никнейм инстаграме поэтому придумала елена леночка ленуся пусть он кажется кому-то таким детским у меня уже спрашивали что за детский сад там ты взрослая девочка почему-то такие да там уменьшительно ласкательные говорю я просто пытаюсь людям донести что у них есть разновидность как мне назвать выбрать как им удобно но при этом пресекаю имя лена не знаю почему однажды познакомилась в общественном транспорте лет так 10 назад каким-то странненьким мужчинкой даст я случайности не случайно мы уже с вами это подметили и потом рассказывал о именах и о том как дают нам при рождении что он вкладывает с этим именем так вот лена да вот каждого имени есть корень елена корень лен соответственно лень я могу сказать да я действительно лениво я действительно лениво и я себя дрессирую я ежедневно себя дрессирую дисциплинирую просто как как бы искать палки то есть не все мне дается на позитиве не все мне дается легко но есть действительно магия вот этих волшебных цифр которые там первые три дня до или там 21 когда ты закрепляешь закрепляешь результат и уже входит в привычку и так далее легче самый трудный первые три дня поэтому первые три дня чего вот если что-то делать если что-то тяжелая сейчас отказалась от сладкого я сладкоежка я там не употребляю спиртного не курю но посадка для меня это все то есть позволить себе съесть какой-нибудь печенюшку сладюшку даже на ночь перед телевизором я всегда могла и мне казалось что это самое меньшее из секса но сейчас начитавшись литературы которые уже давно доказаны что сахар это тоже белая смерть и не менее вреден чем соль плюс насмотревшись на то что у меня в связи со стрессом мы недавно похоронили папу с мамой и у мамы поскочил сахар до нереальной цифры когда мы пришли в больницу они просто были поражены как она находится с таким состоянием потому что намного ниже это уже кома но она ходила своими ногами во-первых я восхищаюсь моей мамы это для меня большой показатель сил духа вот он никогда не жалуется что болит как болит вот доказано проверено умерили давление у меня там чуть-чуть повысилась 130 мне уже как-то так мы сильно хорошо она живет при сто семьдесят так вот ну такой болевой порог и терпение вот и я же говорю уже поняла что сахар то не есть полезно и решила отказаться у меня была ломка у меня настоящая ломка была как у наркомана первые три дня у меня поднялась температура 37 2 ничего не болит все все нормально 37 2 и все и держится и держится в течение дня она даже не падала и вот там народная медицина как я обычно я просто сторонник нетрадиционной медицины я верю больше в чаи в силу молитвы шепотки да там масло на вернула ароматерапия камни а вот наговоры на водичку элементарно еще сделан нас учил как заряжать в воду позитивной энергией и сколько вот сейчас тоже практик когда ругается на литературным словом да на воду и там молекулы разрушая недавно прочитала о опыте над деревом так дерево вымерло весь рот этих деревьев вымер все больше этого дерева не существует название не помню потому что это какие-то далекие иностранные страны но тем не менее что как в евангелии даже вот иисус христос говорил что ты засохнешь сам круто на сахар возвращаясь она действительно засох то есть без веры без веры и человек засыхает наверно да вот поэтому первые три дня отказаться на была температура второе три дня у меня то понижалось давление как на 80 на 45 то повышалось 155 на 110 и я не понимала что происходит а это молилась конечно продолжала все равно что-то делать даже и в зал ходила вот отвлекала мозг потому что я еще раз поняла что все от головы потому что как только я занимала свою голову внизу нас легче я не чувствовал ни этого давления ни температуры как только приходила принимала лежачее положение мне сразу все страшные мысли я свеже накручивала что это может быть чем это может быть связано и все я самый больной в мире человека карлсон говорил дайте пожалуйста баниочку варенье ну вот прошло сейчас две недели и я могу сказать у меня на столе лежит огромная плитка черного шоколада домашнего монастырского мы заказываем продукты питания из монастыря нам приводят во-первых они намоленные во вторых она выращенная в маленькой заповедной зоне на святых землях ручками вот такими домашние огромная плитка шоколада который нереально пахнет но я держусь все кушают я сижу получаю уже уже привыкла так что главное выдержать первые три дня но шоколад разрешаешься нет ты можешь просто как бы на него вот смотреть вдыхать аромат а если даже такое вот такая хитрость небольшая для людей которые сидят на диете носить с собой пачечку ванильного сахарка и вот когда хочется кушать или сладко берешь этот сахар ванильный понюхал и он забивает удушает аппетит она себе не проверила если честно намного об этом чутка я поняла что ты очень тепло относишься и к мамочке и к семье вот предвосхищая вот так как раз вот этот вот мой вопрос ты затронула эту тему какова роль семьи судьбе женщины роль мамы для тебя и вообще как бы параду род бабушка вот продолжение вот этого женская линия в семье я сейчас сразу вспомнилась сейчас очень облубилась в изучении до практике тренинги и смотрю одного вашего московского мальчишку петр осипов и он проводит свои программы метроморфоз был называемый и он там вот активно в агрессивной нелитературной форме рассказывает образе с мамой и с папой с чем я согласна с тем что если хорошие отношения с мамой то у тебя будут и со всеми хорошие отношения если плохие отношения с мамой отношения не построишь вот реально не построишь отношения с мужчиной также с папой если у тебя плохие отношения с папой то ты не построишь хороших отношений с деньгами то есть это очень важная составляющая по силе рода так вышло как то что мои и родители со своими родственниками никакими не общались. Но я сейчас их понаходила, даже в других городах и странах. Я с ними поддерживаю отношения, и я теперь даже знаю, в кого, что, к чему, почему. У меня есть какие-то таланты. То есть я понаходила своих дедушек, понаходила своих братиков, я с ними стараюсь общаться, держать какую-то связь, потому что считаю, что сила рода — это очень важно. Также утром, когда совершаю свою утреннюю молитву, я стараюсь помолиться всех тех, кого я знаю и не знаю по роду своему, а тех, кто есть в этом мире, кто ушёл. Или поставить даже в церкви свечу. Можно и просто одну общую, так сказать, поставить до десятого колена за род. Мне ещё очень посоветовал один знающий дядечка, который занимается камушками. У него есть разрешение на лечение камнями. И даже от церкви он получил это разрешение. Он как психолог, при этом он видит что-то большее и даёт тебе определённый камушек, заряженный энергией, и даже говорит, от кого он дан по силе урона. И я была очень удивлена. У меня у бабушки крайне редкое имя. Сейчас улыбнётесь такое. Я говорю, мам, пошли к этому дедушке, пошли посмотрим, что он делает, потому что мне его очень советовала близкая-близкая подруга. Говорю, смотри, если он мне назовёт имя бабушки, я говорю, она по-любому должна к нам прийти, потому что я её очень люблю. Мне, наверное, ближе маму только бабушка. У меня даже был такой момент, что у меня бабушка была роднее, чем мама. Настолько я её любила. Мы приходим, пообщались. Думаю, странный мужичок, какие-то истории непонятные рассказывает, камушки какие-то, вред какой-то мне говорит. И то на такой час к вам пришла, говорит, бабушка, Лариса. Я обомлела, потому что это крайне редкое имя, поэтому я удивлена была, когда я встречаю впервые, впервые кого-то с этим именем, только свою бабушку и вот вас. Очень приятно ещё раз познакомиться. И я тогда поверила, что этот дедушка что-то может. И вот он рассказал о этих силах камушков, как их заряжать, о практике дыхания. Я вот только научила тоже изучать. Действительно, правильно дышать, если можно, вообще абсолютно всё. Недавно нашла такого суперчеловека в мире. Может быть, находили, слышали, видели. Он, благодаря своей уникальной технике дыхания, может находиться в очень большом минусе по температуре. Он поднялся на Эверест в одном нижнем белье. И в Норвегии поучаствовал в конкурсе, просидел в проруби ледяном 2 часа. Полностью телом, полностью голым. То есть именно благодаря вот этой технике дыхания он так циркулирует кровообращение, что он смог высидеть эти там... Я не помню, какой минус, но явно если лёд, да, и это Норвегия, Норвегия, да, очень холодная страна. Это вот много. И вот этот дедушка научил такой небольшой хитрости про силы урода. Как ставить за упокой, да, всем своим родственникам. Ну и за здравие. Кому мы знаем за здравие, если мы не знаем, может ли они в мир иной или здесь, то лучше им за здравие поставить, да. Вот. И просить помощи. Просить помощи даже потому, что там, бабушка, внуков хочешь, я хочу детей, помоги ему. И действительно у меня укрепились взаимоотношения и с мамой, и изменилось состояние здоровья, и взятся какие-то вот сны. Родственники приходят во снах, и вот как-то что-то они вот рекомендуют. Я не знаю, как это работает, и опять-таки, возвращаясь к церкви, она это не приветствует, да, говорит, что не могут там являться во снах наши предки, но всё же у меня было очень-то больших предупреждений в жизни. Когда меня папа предупредил, я сначала не разобралась, почему он так мне сказал сон, и потом второй раз. Но уже когда я разобралась, было поздно. Но тем не менее я поняла, к чему и почему и как. А теперь я внимательнее к таким знакам. Возвращаясь о силе, как вы спросили, не о силе, а о значении семьи, 50% личности — это семья, но только 50%. Мне кажется, мы приходим в этот мир, да, с каких-то там своих предыдущих перевоплощений, да, за какие-то, может, свои там, прегрешения нас отправили либо в будущее, либо в прошлое, за плюсы, за хорошее, за плохое. И мы приходим, да, в определённый месяц, в определённый день, в определённый город, в определённой стране. И у нас есть такая наша, как сказать, заводская застройка звёзды, да, и вот мы приходим уже по звёздам, и нам уже даётся нам определённый город, определённая страна, определённая семья и ещё определённые звёзды, то есть таланты. Потом мы рождаемся по какому-то знаку зодиака, это ещё одни какие-то таланты. Потом мы рождаемся в какой-то семье, мама, папа — это ещё какие-то там таланты, минусы и плюсы. Потом мы идём в садик, Там тоже мы чему-то учимся, потом школа, мы там еще больше учимся. Потом у нас институт и наш круг общения. Поэтому вот это вот все только 50%. Остальное 50% надо прорабатывать самому. Поэтому, возвращаясь к этому Петру Осипову, к метраморфозам, с чем я согласна, с чем нет, он там очень грубо и яростно рассказывает о психических наших недомоганиях из-за семьи, из-за того, что там девочки нездоровые, потому что их папа недолюбил или мама недолюбила. Да, это действительно так, это существует, но это только 50%. И не надо винить маму и папу, потому что, возможно, их тоже недолюбили, их не научили. Все идет через прощение и благодарность. Надо благодарить, надо быть благодарным. Самое главное они сделали, они дали нам жизнь. Все остальное только исключительно в наших руках. Поэтому тут очень важно принять это, а не пикрикла, ведь как жертва, вот, да это ты мне там не дал наследство, или там, там, сделал мне то, или не дал мне это. Никто нам, по сути, в этом мире ничего не должен. Мы все приходим практически на одинаковых условиях. Дай Бог, если ты родился целостной, ручки, ножки, все, класс, давай, дерзай. У тебя такие же шансы, как там, у члена бедной семьи, как и у богатой. Было бы желание. Поэтому, да, род это важно. Я считаю, что надо общаться с родственниками, надо с ними поддерживать отношения. Если не получилось, то хотя бы там ставить им свечи, тоже за здравие, за упокой, да. Или просто там, когда утром молишься, или вечером ложишься спать, там, просто поблагодарила за то, что у тебя это есть. Мама для меня самый важный человек в жизни. Я не могу сказать, что мы не ссоримся. Мы две женщины. Естественно, у нас есть какие-то элементарные такие женские моменты, несовпадения взгляда, потому что она родилась во времена СССР, да, хотя я тоже в это время родилась, да. Но, тем не менее, у меня другие сейчас правила установки ценностей. Но, тем не менее, она самый важный для меня любимый человек. Я стараюсь ее радовать, баловать, устраивать сюрпризы, чтобы у мамы всегда стояли цветы. Вот сейчас я заказала огромный торт на 8 марта с надписью, вот, да, и подарила поход в салон красоты. Парикмахерская, маму, потому что девочка в любом возрасте хочет быть девочкой. Мне мама родила рано, мне мама родила в 17 лет, поэтому она мне очень молодая, ей всего, вот, будет 50 лет в этом году, и она прекрасно выглядит. На свой возраст она вообще не выглядит. Я благодарна ее генам, потому что я тоже не чувствую себя на свой возраст. Вот, и стараюсь, чтобы она так и оставалась. Замечательно. Леночка, скажи, пожалуйста, вот я по первым минутам общения с тобой поняла, что у женщины не должна быть простой, должна быть в женщине какая-то загадка, да, и ты очень комплексная. И вот вопрос у меня такой к тебе. Этот комплекс, он от природы, от мамы? Или ты, как-то вот уже проживая свои годы, создаешь себя сама, лепишь сама себя? В твоем понимании, да и не тот твой идеал, потому что ты все время развиваешься. Как ты пришла к этим мыслям в отношении религии, отношении к красоте, отношении к здоровью, физической культуре, питания? Как все это? Леночка, вы правы, я действительно себя леплю. Леплю ежедневно, ежеминутно, смиряя, дисциплинируя, что-то разрешая, что-то запрещая. Мне кажется, должно быть такое. Просто человек должен дрессировать сам себя. Это вот очень важно. Конечно, надо себя и баловать, но надо и понимать, что есть исключение. Совсем недавно, буквально неделю назад, я пришла еще к такому его заключению, как давать слово самой себе. Я всегда его нарушаю. То есть я могу дать себе слово, я же его даю себе, в принципе, по сути, никому даже обещаю. Я могу его нарушить из разряда. Так, с понедельника на диету, раз в понедельник, ну ладно, так, завтра, или там попозже. То есть я могла себе его нарушить. А сейчас я поняла, насколько это важно. То есть я тому, кому я даю слово, я его соблюдаю, а даю себе нет. Как это я? Ну я же, это я. Я у себя должна быть, я самый важный человек, я у себя должна быть на первом месте. То есть я другим обещаю что-то, я выполняю, а себе нет. И вот я начала этот эксперимент со сладким, о котором я вам уже рассказала. Это действительно было сложно, сейчас уже легче, посмотрим, к чему это приведет. Вот, но это довольно-таки интересно. И жизненный опыт, да, у меня очень интересная, разнообразная жизнь. Я очень много сменила место жительства, квартир, городов, стран. Попутешествовала и дальше планирую это делать. Вот, в церковь я пришла уже в обрёслом виде, да, у меня крестили, я крещённая, но у меня как-то не бабушки. Дедушка был партийный, поэтому непозволительный был, поэтому никто у меня не ходил в церковь. Вот, а как-то я, у меня проснулся как-то интерес, я начала ходить, начала что-то читать, изучать. Потом попала именно в определённую церковь, которая прям меня вдохновила и понравилась. Ну, по-своему, устрашила, это из разряда, когда идёт очень такая сильная служба, и когда люди начинают, ну, что-то в них начинает проявляться. И после того, когда ты видишь это ненаигранное, когда ты сам видишь и стоишь возле человека, который начинает резко там гавкать, мявкать или ещё что-то, ты понимаешь, что это не по телевизору, это ненаигранное, это не актёр, это реальный человек, и ты понимаешь, что это существует. И волей и неволей ты начинаешь верить. И чем больше ты веришь, тем больше ты видишь. Как и чудес, так и наоборот. Я сталкивалась со многими чудесами в своей жизни, в том числе с исцелениями неислимой болезни. Я очень благодарна Богу по сей день. Начнем с того, что у меня, когда у меня ушёл в мир иной папа, у него была страшная болезнь с саркома. Да, мы его спасти не спасли, мы узнали, и через 2-3 месяца его не стало. Но у нас все люди удивляются, как так и вышло, что человек с таким диагнозом был без обезболивающего, без наркотиков. То есть это такая болезнь, это пищевод, и там уже пошло везде. Не буду о подробностях и о плохом. Но суть в том, что мы ему не давали сверх лекарства. То есть он у нас, да, страдал, да, было плохо, да, это было тяжело. Он меня позвал, я его подняла, он так и остался. И для меня это, наверное, самое страшное, что могло быть в моей жизни, всё, что происходило, это действительно, когда в прямом смысле твой родной человек умирает на твоих руках. Ну, я до этого это слышала, видела в кино, но я никогда не думала, что я смогу это пережить. Вот так. Следом за папой у меня заболела мама. Долго не могли найти диагноз. Нашли диагноз, и он был тоже неутешительный. Так не поняли, что это абсцесс или новообразование. Хотели удалять орган. Ну, и предупредили сразу, раз у вас сахар, без органа, вы там пару лет продержитесь. То есть там так прям в лобку доктор рассказал. Я маму повела в церковь. Мама мне верила постольку, поскольку я сама начну её приучать. До этого там крестики привезла, то-сё. Вот. И как бы, когда мы пошли в следующий раз к врачам, это как вот люди рассказывают о чудесах. У нас смотрят анализы, они не могут найти то, что нас находили до этого. А у нас КТ, МРТ, всё. И нас говорят, как, что, ещё идите, раз пошли, сделали. Ну, ладно, тут же там ещё к другому, идите к другому. В итоге, как нам сказал доктор, вы сорвали джек-код. Вот. Это новообразование само взорвалось и вышло. Мы же понимаем, конечно, что это не совсем джек-код. Ходили, молились. Я вот, как ты рассказывала, просила и родственников, вот, ставила им свечи за ухо-хоу, просила их о помощи, здоровье для мамы. Вот. Периодически проверяем, всегда сахар так и остался, но мама держит строгую диету, поэтому она принимает таблетки и, в принципе, живёт нормальной жизнью человеческой, да, там, вот, что-то себе и позволяет, но полезное на стеве, на природных, на характерах, так сказать. Но, тем не менее, я же говорю, я видела чудеса, такие чудеса собственными глазами. Поэтому не верить в Бога невозможно. Когда люди говорят, что они не верят, я им никогда не навязываю свои точки зрения, ни в коем случае. Нет, так почему-то получается, что все парни, вот, крайние отношения у меня, ну, не то, что плюс-минус, атыниские. То есть, они не ходят в церковь, они не верят в Бога. Может быть, ещё и не пришли, да, к этому? Да, 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 да. Ещё пока не было таких решений. Ну, а может, я должна была как-то по-своему привести к этому, кто знает. Поэтому вера — это очень важно. Человек должен во что-то верить. В самом у себя, во Вселенную, в силу мысли. Это, кстати, то, на чем я сейчас работаю, что я практикую. Это действительно сила мысли. Это великая вещь. Проверяю, как она работает. Очень много работает, очень много сбывается. И ты сам просто не понимаешь, как это произошло. И ты думаешь, ой, это точно, я же вчера это заказывала. Это не по Зеланду, случайно? Из Зеланду, да, это один, наверное, из первых. А сейчас я перешла на нужную другую. Жанплох ещё, американскую. Вот я, кстати, недавно как раз его прочитала, да. И сейчас Меркурий ещё. У него тоже просила подсознание. Леночка, мы уже подходим, как бы, вот такой, подошли к теме, как интересы. Вот даже до интервью, вот немножечко, как бы, пообщавшись, да, я узнала, что ты и языками занимаешься. Ну, конечно, если это много путешествий, что это необходимо. Языками занимаешься, и вот конкурс красоты. Как это сочетается, и тоже, как ты к этому пришла случайно. И как интересы, хобби, вот они в женщине должны развиваться и вообще присутствовать. Мне кажется, это сугубо индивидуально. Кто-то просто хочет что-то доказать себе, кто-то что-то хочет доказать другим. Кого-то ранили, кого-то обидели, а кто-то просто понимает, что он по-другому не может, это его. В моем случае мне хотелось, во-первых, доказать что-то себе, потому что были какие-то комплексы, не могу сказать, что они исчезли, но я над ними работаю. Ну и, наверное, как у любой сильной женщины, у меня было в жизни большое любовное разочарование, после которого я пришла к такому выводу, что я хочу стать лучшей версией себя. Мне казалось на тот момент, что если я прям буду уметь все-все и буду прям такая, ах, идеальная, универсальная, то все мое от меня никуда не уйдет. Ну, кто-то тоже думает, девочки, это глубокое заблуждение, потому что мы превращаемся в такой универсальный формат, универсального робота и в своего рода комфортный диванчик. Девочка должна все-таки быть девочкой из-за твоего характера, со своими причудами. Я тут раньше стеснялась, да, показать, когда у меня хорошее настроение, когда плохое, когда что-то болит, когда нет. Сейчас я вот прям на пролог, как говорится, что в голове, то и фильтрую, конечно, мысль, но стараюсь это сказать. С конкурсом красоты вообще очень интересно получилось. Я работала на одном мероприятии, как бы один из организаторов, и там у нас был конкурс красоты. И один из молодых людей, который мне в тот момент импонировал, ну, как бы, впоследствии, с которым у меня и был крайний роман, он сказал, говорит, а почему ты выборол сейчас здесь, тут бегаешь, мечешься, работаешь, а не просто как девчонки на сцене, там, вот, выступаешь. И я как-то так подумала, во-первых, а он прав, а почему? Почему я вот привыкла вот так работать, пахать, а если я, допустим, наполненная красивой женщина, если я могу всё получать вот с более лёгкостью, с более любовью? И тут, как бы, опять в другое стечение обстоятельств. Конкурс пишет, приглашает меня поучаствовать. Причём сразу не какой-то там мелкий, который, да, там, на котором я была, и мы познакомились с этим молодым человеком, это просто там, а-ля, там, мисс ночной заведения, да, какой-нибудь. А это именно национальный, государственный победительница, которого поехала на мисс Европа и на мисс Вселенная. Понятно? Это были долгие 8 месяцев подготовки. Немножко затянулось это, потому что был карантин. У нас несколько раз переносился конкурс, переносилось мероприятие. Но это было очень интересно. У нас были постоянно какие-то тренировки, постоянно какие-то мастер-классы. У нас были разные участницы. Самый младший, по-моему, 25, самый взрослый 49. То есть у нас именно был такой разноплановый контингент. Все мы разными вещами занимаемся, разные хобби, увлечения. И у нас так как-то мы сплотились, то есть мы не чувствовали конкуренции. Возможно, это в каких-то моментах даже и помешало мне идти, вот именно на пролом, потому что мы друг друга поддерживали, мы друг друга уговаривали не уходить с конкурсом. То есть не соперничество. Не соперничество. Мы ходили гулять вместе, мы знакомились с семьями, мы ездили в поездки. Мы по сей день дружим. И дружим мы друг друга выручаем. Благодаря там одной участнице я сейчас, собственно говоря, и в Москве, потому что она мне дала контакт вот своей подруге, у которой вот я сейчас остановилась. И вот просто такие дружеские отношения. Но тем не менее, все, что было до конкурса, было или не было, после конкурса ты выходишь совершенно другим человеком. Каждый день подъем в 4-5 утра. Во-первых, у меня утренние ритуалы, которые занимают пару часов. Пока я сделала 4 ритуалы. Потом мы ехали, у нас было дефиле, мы учились дефиле. У нас была постановка номера. У нас было 5 или 6 выходов. Это каждый раз новая сценка. То одна опоздала, то вторая не пришла, то что-то переменилось. И каждый день заново. Мы по 5 часов ходили на каблуках каждый день туда-сюда-обратно. Это работа над собой. Это смена рациона питания. Смена рациона питания. У нас были каждую неделю тренировки с тренером очные и еще онлайн-заочные. Экспериментировали. Это такая для себя фишечка, как начала пить льняное масло натощак. Еще наш тренер поделился супер-коктейлем для похудения, так сказать. Лимонный лимб он называл это. Это мята, лайм, имбирь. Все это заливается кипяточком, добавляется зеленый чай. И он такой крепенький, дает энергию. И при этом выводит в нужную жидкость и помогает стройнеть. Это, извини, пожалуйста, нужно пить натощак, да? Это в течение дня. В течение дня. Или вообще можно. В течение дня или просто можно заменить, можно такой разгрузочный денек устроить. Вот. Он как раз здесь, говорю, он дает все. И витамины, и энергию, и организм не чувствует себя обделенным. Потому что зеленый чай – это энергия. Лимон – это витамин С. Вода мы состоим на 80%, да? Из-за воды им даже на 90%, да? Кто как говорит, какой ученый. Вот. И очень хорошо работает. Тонизирует. И летом можно просто сделать и поставить на столе и пить вместо любого другого лимонада. И, по-моему, какие-то напитки человек употребляет, да? Вредно. Соответственно, сцена, куча людей, софиты. У нас несколько раз менялась сцена. В итоге, в день выхода, мы первый раз увидели свою сцену. Мы на ней не помещаемся. Наша хореография там не помещалась. Мы друг друга поддерживали, чтобы не упасть. Потому что, чтобы как-то симметрично, гармонично смотрелось. Ну, это было вот просто невероятно было сказочно. Кто-то что-то забыл. Тут толкаешь друг друга. То есть, это была реально командная работа. И, несмотря на то, что, возможно, кто-то в конкурсе красоты заинтересован, наоборот, свою, да, так сказать, подругу в кавычках подтолкнули, да? Я читала просто до конкурса очень много таких гадостей, как вот эту вот вату, которая колется, да? Там богу всыпят, битое стекло. И нас предупреждали об этом, что, девочки, мы против этого. Давайте за здоровую конкуренцию. Но тем не менее рассказывали, что там и платья рвали, все. Мы друг друга переодевали. То есть, у нас это такой был просто тендем. Мне повезло. С моим составом мне повезло. Это моя, я просто сказала, девочки, вы моя семья. Мы по сей день общаемся и учим друг друга. Вместе марафоны проходим, ездим на отдыхе. Вот. Ну, я еще хочу участвовать. Я не выиграю в этой красивой. Это колоссальная, конечно, работа над собой в первую очередь. Да, это колоссальная работа. То есть, получается, женщина делает женщиной сама себя. Вместе. То есть, все в ее руках. Все исключительно в силе ее мыслей. Как она о себе думает, так они и будут думать другие. И наше состояние, да, внутреннее, это наше окружение внешнее. То есть, не так, как мы привыкли, что внешнее влияет на внутреннее, а внутреннее на внешнее. И когда мы это поймем, вот тогда все начнет меняться в лучшую сторону. Это максимально самое важное, что может быть. Да, всем хочется комфорта. Да, там на теплые берега моря, да, там хорошую быструю квартирку, чтобы тебе принесли, унесли, подали. Но это возможно только тогда, когда ты это примешь внутри и будешь это желать. Вот как, допустим, да, там элементарная финансовая хитрость, да. Деньги нам не даются просто так. Деньги нам даются определенные на определенное что-то. Поэтому надо мечтать не о больших деньгах, а именно конкретные вещи. И тогда на эту вещь придет обязательно денежка. Просто если у человека нет мечты, ему не даются большие деньги. И если он понимает, что ему хватает, да, поесть, попить, не знаю, там, на зал сходить, то ему больше не придет. Вот надо менять мышление. Прежде всего я вот считаю, что вообще любому человеку, а тем более женщине, потому что я считаю, что женщина – это, 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 это целая вселенная. Ну и продолжение рода, от нас зависит, именно от состояния женщины зависит финансовое благополучие ее мужчины, и здоровье зависит ее ребенка. Если женщина в плохом настроении или обиженная, ее муж не будет расти в карьере, и, соответственно, ребенок будет болеть. Это уже доказано, это уже пройдено не разу. Все марафоны говорят, и люди говорят об этом, которые как раз прошли. Я вот очень увлекаюсь Еленой Блиновской. Это, наверное, один из первых марафонов, которые я прошла. Это марафон желаний именно Елены Блиновской. Я потом, когда я прошла, у нее марафон предназначения, финансовое изобилие. И вот вчера стартанул марафон отношений. Я впервые решила пройти марафон по отношениям, посмотреть на себя с другого ракурса. Где же я, что делаю и так, и не так. Я, конечно, и так могу сказать, что я делаю и так. Есть у нас такая женская черта, как сверхопека. Вот этот мамочки наш инстинкт. Когда мы начинаем оберегать мужчину, и когда мы начинаем делать какие-то элементарные вещи за него. Не надо этого делать. Вот это большая наша глобальная ошибка. Такого делать очень-очень не рекомендую. Становиться удобно и подстраиваться не надо. Я сколько знаю своих подружек, они меняют свои интересы, перестают общаться с подругами, выходить. Просто потом год пройдет, и ей захочется с кем-то поговорить, и уже не будет никого рядом. Поэтому у девушки должна быть свой мир, своя вселенная, свои интересы, свои вот даже вот правила там утренних ритуалов. Это мое, все, милый. Да, я понимаю, ты хочешь завтракать, я тебя очень люблю, приготовь нам двоим. Или там чуть попозже, или еще что-то. Но это не значит, что ты проснулась, и ты прежде всего несешься готовить ему еду, кормить детей. Возможно, меня сейчас мамочки не поймут, скажут, как ты просто так говоришь, потому что у тебя там своих детей нет, а ты попробуй их не покормить. Надо выстраивать, выстраивать как-то дипломатично, разговаривать с мужем, договариваться с мамой, с няней. Это же не так проблематично. Делегировать что-то. Но о себе нужно заботиться. Вот эти вот, когда говорят, я же мать, которые поправились на 30-40-50 кг. Я все понимаю, я неизвестно, насколько я поправлюсь. Мне кажется, я склонна весьма. Но тем не менее, мы все можем прийти в форму, взять себя в руки, было бы желание. Все остальное просто обговорки и отмазки. И, мне кажется, самая большая сила и тайна кроется в нас самих. Надо просто научиться разговаривать. Разговаривать само с собой и договариваться. Просто вот как живой диалог. Прилег, включил какую-то музыку и давай поговорим. Набрал себе ванну с пенкой, с Олькой, музычку включил, свечку зажег, погрузился в какие-то мысли и поговорил со своим телом, что она хочет, чем заниматься хочет, куда пойти хочет. И обязательно всегда важно баловать. В течение дня, хоть малейшей чем-то, но на 10-15 минут, ну вот все, весь мир перестает существовать. Там пусть даже Армагеддон где-то там произошел, у тебя 15 минутка для тебя, не знаю, любимая чашка чая, кофе, или там кусочек шоколадки, или там 15 минут для медитации, или для упражнения какого-то, или для просмотра какого-то сериала 15-20 минут. Просто очень важно наконить для себя какую-то маленькую отдушину. Вот мы же телефон ставим на зарядку, но мы же тоже как бы должны от чего-то питаться. И это не только еда, потому что я тоже заметила, что люди из недели сейчас сделали большой пульт, и вот им так важно, вот так грибут вот этим кучим продуктом, заполняют в холодильнике. На самом деле человеку столько всего и не надо. Я верю, что есть вот такие люди, которые питаются солнечной энергией. Я сама практикую голодание, но я голодаю как? Я не чистая на воде голодаю. Я голодаю, как советовала одна очень такая вот хорошая женщинка, доктор Армяночка, фамилию, имя не помню, но она на ютубе очень много где светится. И вот это вода, чистая вода, и чаи травяные. В них можно добавить лимон, либо мед натуральный, чтобы была хоть какая-то энергия, чтобы поступали в это несколько какие-то витамины. И я даже слышала, что таким методом исцеляются не северные болезни. У меня товарищ знакомый практикует, он 45 дней не ест. Он 45 дней может на воде, и 12 дней даже без воды. Я, конечно, до такого еще не дошла, и не факт, что дойду, у меня таких прям стремлений нет, но тем не менее. Есть два знакомых, которые вылечили себе раковые заболевания, именно голодание. Это те из реальной жизни, это не просто из телевизора, которых я знаю прям в таком реальном времени. Леонечка, еще вот пару вопросов буквально. Скажи, пожалуйста, какие черты характера у женщины должны присутствовать? Знаешь, Ларисенька, вот ты тут много вопросов задаешь, женщина, женщина, женщина. Во-первых, я сразу для себя в голове так моментально помечаю, мы не так уж и сильно отличаемся от мужчин. Поэтому общие какие-то черты присущи и нам, и им. И поэтому, наверное, одна из самых главных, на что я смотрю, как и в мужчине, так и в женщине, это толерантность. То есть это уважительное отношение к другим, к другой точке зрения. То есть чтобы не было такого, у меня есть только моя мысль, и все. Я такой человек, я могу поспорить, я могу согласиться, могу согласиться, но тем не менее я могу озвучить свою точку зрения и выслушать другого человека. Более того, я могу передумать, мне может так как-то внушить его аргументы значимость, что я могу сказать, ах, точно, да. А почему бы нет? У меня нет места быть. Это вот первое. Это вот у всех людей, мне кажется, самое главное толерантность. А вот у женщин, наверное, наверное, женственность. Да, вот именно. Если женщина, брать женщину, это женственность. Что значит женственность? Это значит, когда ты совмещаешь в себе все соки. Да, да. Мудрость. Да. Это наполненность, это гармоничность, это умение сопереживать, сочувствовать. То есть именно просто сама женственность, она вот такая прям многогранная. В это слово входит сразу вот эти вот все мысли-форы. Да, замечательно. И ещё один момент такой вот, если вот женщина, она создаёт себя вот по крохам, собирает, можно сказать, тогда, и она чувствует себя сильной. И чувствует ли она, должна ли чувствовать она превосходство над мужчиной? И как найти тогда такого мужчину, который бы соответствовал её? Вот это чувство перфекционизма, насколько оно будет ли ей мешать? В силу мудрости, я же говорю, что женщина обязана быть мудрой. А превосходство она должна своё чувствовать, я думаю, да. Но она не должна это показывать. То есть это не должно быть эгоистично и высокомерно. Ну, не даром же говоря, что мужчина голова, но женщина – это шея. Я считаю, это действительно так. И тут надо вот мудро подходить, надо понимать, надо просто понимать для себя, для своей самооценки, что я – женщина. Я есть природа, да. У женщины действительно, она же просто вот, я, допустим, по себе знаю. У меня меняется настроение с погодой, я чувствительна к переменам погоды. И я знаю, когда полнолуние, по мне можно вообще сверять, какая где, когда будет погода, просто элементарно. То есть настолько я чувствую природу. И мне кажется, чем больше практиковать и углубляться, тем больше ты это будешь чувствовать. И мне кажется, значит, нам и подвластны какие-то изменения природы. И если ими умело пользоваться, то можно и наполнять своего мужа. Водичка. Даешь ему купить водичку? Почему бы на нее не наговорить что-то хорошее, что ты умный, ты сильный. Вот просто хорошие, как аффирмации. То есть я не говорю какие-то наголые разговоры, там, мгичить привороты. Я говорю о том, чтобы внушить своему мужу какую-то силу. Подать правильно чай, налить чай красиво, подать с улыбкой, разгреть этот ужин. Ты вроде бы ничего, огонь, на котором ты готовишь, ты тоже в природу. С ним тоже можно пообщаться, когда ты готовишь своему мужчине еду. Тоже можно наговорить каких-то приятных слов и попросить у огня сил. Этим даже наши предки, пользовались. Почему мы сейчас этого не делаем? Почему? Я понимаю, что цивилизация шагнула далеко, но тем не менее остались элементарные вещи, которые нам нужны, да, которые мы пользуемся в обиходе. Это вода и огонь. С ними можно коммуницировать, с ними можно общаться, у них можно просить сил. Да, это элементарно. Одно то, что мы мамы будущие, что благодаря нам растут детки. Я тоже думаю, что мужчина, а как мужчина без деток? Мне кажется, это первоначальное, что может нас окривить, заставить выровнять, идти вперед, что я мать, я могу, вот и я. Да, вот как говорится, сейчас технологии уже дошли, что женщину можно осеменить без мужчины, а мужчину? Что мужчина сделает со своим семьем без женщин? Нелогичненько. Я понимаю, что да, можно найти суррогатную мать, но она-то тоже женщина. Получается, без женщины в этом плане уже точно. и всем давно известно, что мужчина растет благодаря женщинам. И я считаю, что это действительно так, что за каждым великим, успешным мужчиной есть великая, успешная женщина. Но я считаю, что женщина должна быть мудрая в этом плане, но при этом казаться слабее. То есть я бы не хотела зарабатывать больше своего мужчины. Для меня это важно. Я считаю, что зарабатывать больше должен мужчине. Мужчина должен быть по природе своей выше, ну, как выше и ростом, выше статусом, выше положением. То, что сейчас какое-то вот вышует вот это мнение какого-то равенства, мне оно непонятно немножко. Мы забираем, получается, у наших мужчин еду, образно в кавычках, то, что им дано по природе. Они охотники. А мы, получается, одеваем брюки и забираем его полномочия на себя. Вот это вот какое-то вот гендерное вот это вот перемена ни к чему хорошему не приведет, потому что природа, она, ну, скажем, грубо говоря, не дура, она умная. И где есть плюс, там есть минус, где есть ян, там есть инди, есть черный, там есть белый. Она всегда уравняет. Поэтому, если мужчина будет более женоподобный, женщина будет более мужеподобной. То есть по-любому будет что-то в таком соответствии. Но мне такой вариант, честно говоря, не подходит. Я лучше буду считать себя, да, там, или кто-то там будет считать меркантильный, но мне нужен мужчина такой, чтобы мне к нему хотелось тянуться, мне за ним хотелось расти и развиваться, чтобы не хотелось останавливаться. А не так, чтобы тянуть на себе, да? Тянуть на себе, да. Я готова тянуть на себе деток, да, заниматься им воспитанием, их воспитанием и развитием. Но мужчина это не мое дело. Я могу что-то помочь и подсказать. если я вижу потенциал, если я вижу, что у мужчины есть потенциал, я попробую. Не важно, на каком он уровне сейчас дохода, заработка, работы, чем он занимается, это для меня не так важно. Насколько он младше или старше, тоже не важно. Главное, чтобы произошла какая-то вот такая вот химия, да? Взаимообмен. Да, если она есть, то она есть. Это необъяснимая сила природы. Вот ты просто бывает, увидишь, и ты не знаешь имени, не знаешь возраста, не знаешь, чем занимается. Но ты вот чувствуешь, что ты вот тянет тебя к этому человеку. Просто хотела подойти его и обнять. Вот я не знаю, я даже ничего не разобралась в себе, как это связано, потому что бывает, а тут ухаживают месяцами, и пытаются тебя взять за руки. И ты там шарахаешься от него. И тут непонятно пока, что как оно происходит. Это, не знаю, те же, может быть, пиромоны, кармоны. Это природа, это химия. Леночка, и в заключении нашего интервью, вот мы с тобой встретились накануне 8 марта, и что бы ты хотела пожелать женщинам? Я бы, наверное, хотела пожелать женщинам никогда не останавливаться на растенутом, всегда стремиться к новой, лучшей версии самой себя, позволять себе слабости, позволять себе быть слабой. Если хочется поплакать, поплачь. не даром же даже говорят, что женщины живут дольше, чем мужчины, только потому, что мы можем себе позволить поплакать. И мы выпускаем вот эти вот всякие негативные эмоции. Я бы хотела, конечно, пожелать, чтобы негативных эмоций было меньше, но, тем не менее, если не случается, то можно позволить себе поплакать, покричать, поистерить. Ничего в этом плохого нет. Это тоже наша природа. И нас должны принимать такими, как мы есть, в плане эмоциональности. В плане физиологии я тут немножко не согласна. Если что-то не нравится, то надо работать. Тут я уже, я не из тех людей, которые про принятие из разряда полюби себя, прими своё тело. Нет, если тебе не нравится, что у тебя живут, типа, иди в спортзал, занимайся. И если там в разумных, я имею в виду, соотношениях, если есть какие-то глупые, вот не нравится, что-то в цвет глаз или ещё что-то. Это уже глупость, тем более сейчас такая тенденция, это мода на узкие талии. Девочки себе вырезают ребра, господи, делают эти губы на поллица, брови. Ну вот реально, сейчас все, даже женщины, одна обратная, все под копирку, в основном, все брюнетки с ровными этими ламинированными волосами, наручными ресницами, брови, короче, на поллица и губы тоже на половину лица, да, вот эта талия и подкачивает себе там поп и усесть. Ну, это же некрасиво. В сути, женщина есть в том, что она должна быть немножечко разной. Даже вот вы сравнивали половину лица, одна больше женская, другая больше мужская. Вот пробовали создать симметрию, это совершенно другое лицо, оно не такое красивое, когда если оно две половинки, прям симметрично. Поэтому стремиться к идеалу надо, но я сразу почему-то пыталась объяснить, что я имею в виду призрачная сейчас вот эта вот идеализация каких-то вот форм. Просто можно быть лучшей формулой, но самой себя, об этом же я сказала на первой классе. Вот, наполняться, позволять себе какие-то ежедневные ритуалы, встречаться с подругами, это очень важно. Очень важно общаться с другими женщинами, с девочками. Это очень важно не просто раз в неделю делать девичник, встретиться, поговорить абсолютно к мужу, работу. Это очень важно. Мы наполняемся, мы обменяемся знаниями, мы обменяемся энергетикой. Заведитесь, в конце концов, не знаю, даже если не можете увидеться, чат. Вот у меня есть такой чат с подругами, я его завела сама недавно, вот я проходила марафон, я решила с подругами поделиться этим марафоном. И я, получается, поделилась, и так остался этот чат, и теперь мы друг другу скидываем там полезность. Потому что информации ежедневно в мире очень многое, и я считаю, что одно из главных, так сказать, козырей, это делиться. Вот, когда ты делишься, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. И в том же духе я считаю, что про дележку имеет место быть. Не жадничайте информацией, делитесь, не бойтесь вот этих сглазов еще. Я бы тоже хотела порекомендовать настоятельно. Ой, не расскажу, ой, сейчас я люблю тишину. Это не так. Обращать внимание чаще на то, что мы говорим, в какой формулировке. Отследить свои слова-паразиты, вот эти вот ничего себе, или я сейчас умру, да, или там. Отследить вот этот, насколько часто мы говорим приставки не из разряда я не хочу быть толстой, а перефразировать его я хочу быть стройной. И вот такого вот формата у меня, наверное, нестандартные длинные пожелания, и оно больше от противного, но это такие мои маленькие хитрости, это маленькие мои лайфхаки, которые я сама прошла, и они мне помогают. Не спорю, что я иногда от них отступаю, потом ловлю себе на мыслях, стоп-стоп-стоп, клянусь, они туда-сечки, пошли обратно, и раз опять заново начинаем. Не бояться начинать новое, очень важно, не бояться начинать новое. продолжайте искать себя в любом возрасте, не важно, сколько вам лет, 18, либо 50. Я об этом говорю каждый день своей маме. Очень важно говорить комплименты. Говорите комплименты сами себе. Я вот использую практику, как письма благодарности. Я пишу благодарность себе, благодарность близким людям, благодарность тем, кто меня обидел. Просто пишу, благодарю за, перечисляю все хорошее, так и не очень. Читайте аффирмации. Это самая распространенная, но очень рабочая методика. Читайте аффирмации. Каждый день говорите себе, я люблю себя. Я люблю себя. Это самое простое. Говорите, я люблю почаще своим близким, родным. Не скупитесь на слова. Если вам страшно это как-то сказать вслух, вы можете просто любого человека, которого вы видите, официанта даже, вы просто посылайте ему лучики тепла, просто проговорите внутри, я люблю тебя. И он совершенно по-другому тоже будет реагировать и смотреть. Это работает. Лучики тепла, они вернутся вам в многократном количестве. Естественно, естественно. Не забывайте, отдыхать, не забывайте учиться новому, что-то познавать, к чему-то стремиться, вот, уделять время себе мелочам, просто жить в селе моменте здесь и сейчас. Это очень важно. Не думать о том, что было в прошлом, что будет в будущем, просто насладиться тем, что есть. звучит очень сложно, но если применять эти нехитрые вещи, ваша жизнь улучшится уже на третий день. Ну и благодарите, за всё благодарите, общайтесь с теми, в кого вы верите. вселенная, космос, бог, ангелы, просто общайтесь, благодарите и просите. И не бойтесь, кстати, просить. Люди боятся просить. Мы много, мы мало, мы мало просим, мы либо требуем, либо психуем, почему у нас этого нет. Поэтому нужно иногда себе позволять просить и просить побольше. Леночка, я тебя благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...